Приветствую всех любителей видеоигр. Сегодня мы будем с вами играть в роли полицейского. А игрушка у нас полицейский симулятор. Итак, что в первую очередь. Мы находимся с вами в полицейском участке. Это наш кабинет, компьютер, из-за которого мы вышли. И наше задание на сегодня это выписывать штрафы за парковку. Привет, офисер. Это твой первый день на работе, и твой первый шейф – это выбрать паркинг-тикетов. Так что, будь на расстоянии для автомобиля, которые вибрают паркинг-регуляции. Будь на вашей гаде и показать приспособление, когда ты встречаешь других вибраций. Всегда помните, что есть правильное воздействие, до того, чтобы вы вытянете кого-то, и правильная причина, с длительной доказательностью, до того, чтобы вы вытянете арест. Сейчас, некоторые дни лучше, чем другие. И помните, каждый день раз. Добро пожаловать. Спасибо, офисер. Я буду это в понимании. Итак, девушка нам сообщила, что сегодня у нас первый рабочий день. Нужно выписывать штрафы. Ну и делать это нужно правильно. Абы кому-то штраф не выпишешь, потому что будет падать твоя репутация. И если она упадет до нуля, то твое дежурство закончится. Итак, выходим в город. Так, поступает много жалоб на неправильную парковку. Займитесь поиском нарушителей. Ничего так, я хочу сказать, что очень даже неплохо. Что очень даже неплохо. Так, плюс-минус, конечно же, я посмотрел на игрушку буквально пять минуток. Походил здесь. Посмотрел, что можно делать. Очень много функций. Опа-на. Мусор, выбрасываешь, да? Так, 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 так. Выбрасывание мусора. Давайте сразу выпишем штраф. Вот, смотрите, здесь специальная проверка. После определения определенных действий с людьми и машинами, такими как проверка документов или изучение номерного знака, в вашем процессе компьютера появится запись в разделе биография. Все, штраф выписали, все, можете идти, хорошего дня, больше не сурите. Так, 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 естественно, у нас отчет, добавляется опыт, добавляется всякая вот штука хорошая. Тут я хочу сказать, значит, здесь у нас два нарушения. Это первое. Автомобиль находится в зоне остановки автобуса, поэтому мы будем действовать прям очень серьезно. Мы не будем выписывать штраф за парковку, мы вызовем эвакуатор. Естественно, мы вызываем эвакуатор. А в любом случае, потому что черт знает, когда придет хозяин. Пусть забирает этот автомобиль со штрафстоянки. Так, ну что, эвакуатор. Давай, давай, мы как раз заодно посмотрим, как ты работаешь. Очень просто, интересно. Так, выдвигается такая штука. Оп. Оп. Вот. Будет как-то неплохо, я хочу сказать. А теперь автобус может останавливаться, и ему ничего препятствовать не будет, кроме вот этой, а белой тачки. Сейчас мы ей-то и выпишем штраф, потому что парковочного столбика здесь нет, а он стоит там, где парковаться по факту нельзя. Неправильная парковка. Смотрим, задел ли он тротуар. Нет, не задел. Но при этом инвалид. Значок. Значит, ему якобы можно где-то припарковаться. Так, особая зона парковки, да. Место для аварийных, место для такси, пожарный гидрант. Стоянка запрещена, скорее всего. И давайте... А, давайте мы посмотрим. Просто здесь очень-очень много функций. К пешеходному переходу не близко он находится. Нет, вроде бы как-то здесь есть. Ну, по крайней мере, по крайней мере, неправильная парковка здесь, это точно. Так, особая зона парковки, стоянка запрещена. Выпишем штрафик, положим ему, как всегда, мы это делаем. Почему у нас рейтинг минус 5. Давайте откроем свой компьютер. И смотрим. Неправомерная причина выдати штрафа. Парковка в неположенном месте. Ну, то по факту, то парковка в неположенном месте. Правильно? И здесь мы видим с вами наши отчеты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тут все у нас... Все у нас с вами есть. Ну, ладно. Допустим. Кстати, у нас даже ствол есть, представляете? Че? Можем даже пострелять. Так, ну... Здесь... Может быть, я был неправ. Может быть. Но здесь же явное правонарушение. Так, пойдем на ту сторону, или пройдемся, прогуляемся по городу. Вижу еще одну машинку. Кстати, здесь нужно быть не только полицейским, а... Тут нужно еще смотреть по сторонам, потому что бывает такое, что... Можно и закончить свою смену очень быстро, если вас собьет автомобиль. Так, вот тут. Тут явное нарушение. Явное нарушение, потому что... Первое. Здесь написано... Не парковаться. С 12... Чего? Да, и он стоит прямо здесь. То есть, парковаться нельзя, он здесь запарковался. Естественно, это штраф. Это штраф. Давайте попробуем еще раз выписать штраф за стоянка запрещена. И посмотрим, правильно ли мы делаем. Тоже минус 5. Почему? Почему, мать его, минус 5? Ну, давайте по... Хорошо, штраф за... Особая зона парковки. Ну, как бы... Автобусная остановка, уборка города, место для инвалидов. Непонятно. Непонятно почему. Таркомат просрочен, его здесь нет. Положение и выравнивание тут у нас слишком далеко от тротуара. Слишком на тротуаре, неправильное направление. Кстати. Ха! Вот тут, кто, может, кто играет в эту игрушку, подскажите, пожалуйста, что делать с такими нарушениями. Как бы, знаки-то стоят, что здесь парковки нет. Ну, и... Во-первых, я знаю, что нужно делать с этим чуваком. У него неправильное направление. Вот оно, в чем дело. Неправильное направление. Вы посмотрите, все машины стоят. Ну, да тут же мне. Вот! Вот! Вел здесь. Вот это я, конечно, могу. На встречку, получается, будет выезжать. Что-то тут происходит. Непонятно, что у вас тут происходит. Бегают почему-то все. Так, ладно. Не обращаем на мелкие недочеты, на мелкие баги игры. Это все ерунда. Мы пришли, во-первых, поиграть и посмотреть. Приятно видеть вас офицеров. Как будто вы... Приятно видеть меня. Ну, вот смотрите. Здесь, во-первых, нет паркомата. Правильно? В ответ поприветствовал. Не знаю, вот только кого. Смотрите. No parking. Не понимаю, не понимаю я, что делать с этой машиной. Очень интересно. Очень интересно. Ладно, мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше. Кстати, у нас смена 25 минут. И, я так понимаю, мне нужно работать ее полностью. И, мы в конце потом посмотрим, что у нас вышло. Потому что, можно выбрать, как... Во-первых, я не рассказал, да, как это все происходит. Значит, можно создать своего... Ну, своего не создадишь. Можно выбрать своего персонажа, за которого ты будешь играть. То есть, мужчина-женщина, ну, естественно, выбрать внешку. Которая, естественно, тоже присутствует. Так, 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 так. Смотрим, смотрим, так. Паркоматы пока все зелененькие. Это значит, что все хорошо, все замечательно. Никто ничего не нарушает. Мы смотрим не только за автомобилями, которые неправильно припарковались. Но еще мы смотрим за тем, чтобы люди не нарушали тоже. Не выбрасывали мусор. Хрюсор. Все эти дела. Потому что, я еще раз повторю, у нас падает рейтинг. И если он падет до нуля, то смена наша закончится. Так, тут что у нас? Вот у нас вроде бы как все хорошо. С этой стороны, по крайней мере. Насколько я знаю, то здесь можно еще ездить на патрульном автомобиле, но это будет дальше. Потому что у нас мы еще только начали. А вот здесь автомобиль стоит, да? Вроде бы все оплачено, все хорошо, все прекрасно. Но лабаж разбит. Ну ладно. Пусть разбит лабаж. Ничего страшного. Я так понимаю, желтенькое, это край территории. То есть, мы сейчас находимся на одном участке. Я так понимаю, что каждый раз, каждый раз мы будем выбирать, мы будем выбирать участок и там уже его патрулировать. Главное, чтобы меня на пешеходники не сбили, потому что это будет беда-беда. Это совсем не нужно. Так, ну здесь ограничение скорости. Вот там две тачки рядышком стоят. Ну, тут, кстати, можно, да, и побегать быстренько. Так. Сейчас мы посмотрим. Ты что? Девчонки, кайфую что ли? Или что? Мы столкнулись. Вижу нарушение. Ой, чуть не прыгнул на машину. Вижу нарушение. И очень даже грубое. Он стоит на тротуаре, поэтому, братанчик, давай-ка мы тебе выпишем штрафы за положение выравнивания на тротуаре. Ты стоишь, парковаться не умеешь, значит, право ты где-то получил. Вот, все, хорошо. И вон там еще одна тачечка вижу. Это нужно быть очень-очень бдительными. Вы обнаружили новая пекарня. И что? Ну, пекарню я обнаружил. Ладно, допустим. Вот еще один киндер-сюрприз стоит на тротуаре, а нам это не нужно. А тут мы выписываем штраф, положение на тротуаре. И все замечательно. Все замечательно. Плюс 10 есть. Так. Нужно быстренько пробежаться. Эта машина разбита ли она грязная? Просто. Вроде бы, как грязно. Так, сейчас проверим здесь паркоматы. Все ли у нас они зелененькие. Естественно, естественно, нужно за всем этим следить. Следить не только, я повторюсь, за машинами, но и за людьми. Потому что они выбрасывают мусор в неположенном месте. точнее, просто выбрасывают не в урну, а уже на проезжую часть. Так, 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 так. Тут у нас машинка стоит припаркована. А почему стоит машинка у нас? А это что, запарковался-то, что ли? Не, братан, тебе тут штраф за парковку. Особая зона парковки слишком близко к пешеходному переходу. Я надеюсь, рейтинг у меня не отнимется. Нет, прибавился. Это хорошо. Так, пока зелененький горит, нужно идти. Спасибо зелененький человечку. То, что дал нам перейти дорогу. Вот, еще одно нарушение очень близко к пожарному гидранту. Особый пожарный гидрант. А ты прямо здесь стоишь. Тебя бы вообще по хорошему счету эвакуировать бы. Может быть этим и заняться. давайте попробуем вызвать эвакуатор. сдадите мою местную location. У меня машина здесь нужна гидранта. Вот, хорошо. О, как раз машинка рядышком была. Ох, ох, нет, ну на самом деле это прикольная игрушка. И кого ты там будешь забирать? и мне интересно как ты пузык. О, ничего, даже так. Надеюсь все будет хорошо и замечательно. Все. Теперь пожарники могут спокойно подъезжать, подключаться, наполняться. Так, 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 смотрим. Тут, кстати, можно вот так приблизиться. Если что, можно посмотреть еще на номерные знаки, чтобы они не были просрочены, но по поводу знаков номерных я не особо понимаю, где у нас просрочку. Аминьканский дух. Так, ладненько, что нам нужно перейти, скорее всего, на ту сторону. Вот так как мы полицейские, думаю, аккуратнее, пожалуйста, будьте. о, кака, я же вижу, да, что красным горит. Значит, просрочен паркомат. Паркомат просрочен. Выписываем. Плюс 10. Неплохо. Ладно, туда не пойду, оттуда я уже пришел. Кстати, город, вот он довольно-таки большой. Так, включил наушниках, все хорошо с ним. Все замечательно и прекрасно. Да, вот так вот мы не работаем. Понятно, у нас тут север и запах. ну, это вверху у нас типа что-то карты, не карты, а направление, куда мы идем. И мне вот интересно, возможно ли вызывать еще подмогу. Я просто не до конца еще разобрался с этой штукой. Вот, телефон какой-то достали. Ого! вот, смотрите. Статус регистрации действует, статус страховки действует, находится в угоне нет, разрешения на оружие нет, водительские провода, статус насмерения. значит, вот так можно это все делать, Хорошо. Здесь нет паркомата. Давайте-ка мы проверим. Давайте проверим. Такси? Что? Это такси? Открывай-ка штуку. Нет, мы смотрели. Смотрите, водительских прав нет у женщины. Ну да. А как у тебя статус удостоверения? Ну, я так понимаю, это как паспорт получается, Водительских прав нет. В розыске нет. Тут у нас штраф, парковка вдали от тротуара, вождение с поврежденной задней фарой, устное предупреждение вождения с тренированными стеклями. Мы теперь ваше дежурство закончились. Отправляйтесь в ближайший полицейский участок по дороге и можете следить за соблюдением и разбираться с небольшими пришествиями. департамент полиции не награждается и продлевают свое дежурство. А вот и пригодилась наша карточка. Давайте мы свое первое дежурство уже закончим и мне интересно что у нас будет дальше. Как будет начинаться наш второй день? Это очень-очень интересно. на это посмотреть. Ну мы прям не будем так всех сейчас нарушителей этих. У нас дежурство закончилось все это все в принципе этого достаточно. Я еду на красный. Хорошо подождем. Вот наш департамент кстати. Видимо тоже нарушать нельзя потому потому что рейтинг будет падать. Да и показывать зачем людям что если полицейский нарушает то о каком соблюдении закона вообще может идти речь так блин чувак какой-то интересный интересный чувачок брингтон полицейский департамент патрульный всегда должен быть начеку и что нам нужно делать закончить дежурство и получается что мы входим в свой личный кабинет отчет о дежурстве краткое изложение дежурный офицер фронтмиллер но я бы сказал что а у нас тут система повышений то есть я смотрю здесь новый день в офисе проверьте доступное дежурство каждую неделю вы можете запрашивать до 4 новых дежур ага и можно взять выход то есть ага ага еще можно онлайне короче души целую ту штуку я понял смотрите то есть здесь у нас капает вот эта звезда я так понимаю потом у нас откроется район боффорд боффорд лендинг так тут одна нужна тут две тут три тут четыре ну пока пока мы будем патрулировать все что у нас есть все выбираем дежурство можно выбрать конечно и 90 минут можно выбрать и 15 минут патрулирование пешком вечер ну об этом друзья мы будем начинать свой второй день уже скорее всего в следующей серии если вам понравилась игра полицейский симулятор то подписывайтесь пишите об этом в комментариях ну а с вами был как всегда Паша всем удачи всем пока пока